Здравствуйте. Говорят, самая большая ценность – это люди. Наверное, так и есть. Если это люди такие, как наш сегодняшний гость – Александр Николаевич Усов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Александр Николаевич знаменит тем, что вот уже 20 лет совершенно бескорыстно высаживает деревья, кустарники, цветы и таким образом украшает двор, в котором он живет. Это двор одного из домов Краснооктябрьского района Волгограда. Александр Николаевич, ну скажите, что вас вдохновляет на такую деятельность? Садить деревья, поливать их, ухаживать за ними, растить их? Я понял вопрос. Ну, в первую очередь, что меня вдохновляет? Я хочу жить красиво. Красота, все знают, что такое красота, извините, что такое мусор. И первично меня возникло, что если я живу хорошо, значит, и окружающие должны жить хорошо вокруг меня. И тогда красота спасет мир. Понимаете? Все на первую очередь зависит от позиции человека. Да, и в основном, вот когда я начал заниматься благоустройством, убирал старые визы, завозил землю, делал клумбу, сажал растения, пионы, тюльпаны. В начале было очень много противников. Запомните, у нас, к сожалению, такой чуть-чуть менталитет, когда человек приезжает и начинает что-то делать, хорошее, плохое. Обязательно есть люди, которые, говорят, пришел и раскомандовался. Вот было у нас тут все тихо, извините, болото. Вот и живем мы в этом болоте. А когда начинаешь, он говорит, ну вот, я там клумбы буду сажать, цветы. Сначала никто не верит. Ну, потому что, ну, как это, что это, он просто так это делает. Я говорю, да, я делаю просто так. Выгода в чем? Да, в чем? Начинает искать правильную выгоду. Подвох, правильно. Но потом, со временем, ну, когда там прошло, там, два, три, четыре года, все начинают понимать. Когда уже выросли деревья, да? Ну, да, они подросли, что ничего плохого в этом нет. И самое интересное, что во дворе, теперь, теперь во дворе говорят, ой, как у нас красиво во дворе. Назовите адрес. Это Титово, квартал Титово 14, 16, 18. Вот. То есть, те сталинские постройки еще жилы, и вот двор, огромный просто двор. Который нам достался в наследство от ЖКО, допустим. Это была управляющая компания? Да, нет, тогда еще было ЖКО. Потом, сейчас у нас уже управляющая компания, которая, я считаю, что это в плане жилищно-коммунального хозяйства, это, конечно, шаг вперед. Но, естественно, еще больше шаг вперед, это товарищество собственного жилья. Это самое, я считаю, перспективное и на данный момент самая хорошая форма жилищного управления на данный момент, на данный, конечно. Почему? Потому что очень легко спросить с директора. Если у него есть какие-то отклонения не в ту сторону, то его всегда можно поправить. Вот и все. Путем просто снятия его. Вот смотрите, вы уже 20 лет занимаетесь озеленением своего двора. А что с тех пор сделано? Сколько аллеек, какие деревья предпочитаете? Все, вопрос понят. Ну, смотрите, начинал я, естественно, у своего подъезда, ну, как обычно, от простого к сложному. Сначала у подъезда, потом, как обычно, знаете, у меня все-таки дача, дача уже 50 лет, любой дачник, он, вот, все это знают, у них, если у него дача уже в порядке, он всегда хочет себе соседскую еще сделать, чтобы было, ну, куда ему кинуть свои усилия. Тут вопрос становится такой, что сначала привозил тюльпаны. Вот тюльпаны, допустим, я привозил, ну, это самое простое, вы знаете. Мне говорили, а зачем-то сажать тюльпаны, их все равно оборвут. На что я говорил, вы знаете, если посадить миллион тюльпанов, то, чтобы их сорвать, нужно 11 суток непрерывно их рвать. Это доказано. И выкапывать луковицу. Да, так вот, я знаю, нет такого человека, который 11 суток будет выкапывать. Было уже такое, что землю прям с клумбы выкапывали, говорили, а я, ну, в горшочке, там, ну, на подоконнике все это сажаю. Ну, тоже, извините, когда это ваше, я за этим слежу, объясняешь людям, что, ну, как бы это чуть-чуть неправильно. Это не моя земля, это общественная земля. И получается, ты же сам украдешь у себя, понимаешь? Не у меня, а у себя. То есть у своих детей, которые ходят и гуляют. Ведь даже дети понимают, что, ну, что такое красота, дети, я думаю, понимают, правильно? И вот, смотрите, сейчас наш квартал все-таки попал в программу благоустройства. В этом году сделали не в этом, а в прошлом. Вот Владлен Колесников, он наш депутат был, он сделал. То есть обещал, выделили средства и сделали там, положили новый асфальт, сделали детские великолепно анти-такие, вандальные, но они еще и безопасны. Они очень грамотно сделаны, что у них нет острых углов, правильно? Чтобы дети не травмировались. Это, ну, это отлично. Если это все сделать в каждом дворе, это будет не просто правильно, это будет очень правильно. Для чего? Потому что если наши дети живут в красоте, то они имеют свойство подрастать. И лет через 10-15 вот эти благоустроенные дворы нам дадут благоустроенных детей. Прекрасно. Александр Николаевич, есть ваши последователи, в других дворах последовали вашему примеру? Ну, сначала идет так. Сначала по подъездам. Конечно, у меня есть подъезды, которые, допустим, поддерживают. Тут есть у меня Кондратьева Нина Михайловна. Вот она человек пенсионного возраста, но помогает. Да. Есть еще там во втором, в третьем, в четвертом подъезде в нашем доме. Ну, один-два человека. Все вас знают, да? Конечно, которые всегда там помогут либо работой, помогут финансовой. Если говорят, там нужно оплатить что-то, какие-нибудь там саженцы, может быть, или там шланг. То есть есть люди, опять-таки, это я говорю по моему дому. Плюс самое интересное, я заметил, вы представляете, что я удивился, когда, ну, допустим, во дворе же поливаем. Допустим, я нанял специально садовника, и он меня поливает там два раза в неделю. Все зависит от погоды. Но я удивился, когда вот сделали реконструкцию, и также стали в соседних домах привозить саженцы и стали сажать благородных деревьев. Для меня это было удивительно. Благородные – это какие деревья? Ну, на данный момент, вот по своему опыту, 20-летнему, чтобы сделать Волгоград одним из самых южных красивых городов, нужно посадить сумахи. Сумах – это такое экзотическое дерево, но оно у нас растет, южное, с видом, ну, похоже на пальму. То есть пальма. Плюс оно обладает, вы знаете, листва у этих, обладает парфюмерными свойствами, оно пахнет. И благодаря этому, это защитная реакция, жучки их не будут есть. Вот на данный момент беда города Волгограда в целиком – это то, что канадские визы, которые были посажены сразу после войны, и они являлись, ну, что за ними не надо ухаживать, ну, их не надо ни поливать. У них развитая корневая система, и они засушили им кремотоматические встречи. Ну, это деревья доминанты. Но они имеют свойство, так как они доминанты, то есть деревья, вот, допустим, тот же мой сумах, если будет расти вяз и сумах, конечно, вяз его забьет, потому что у деревьев есть понятие «борьба за солнце». Так же, как и у животных. И у людей то же самое. Правильно? Мы не будем про это говорить. Но надо же убирать. Вот у меня во дворе, допустим, было... То есть вы считаете, что нужно менять вязы вот на эти новые деревья? Вязы можно на данный момент во дворах убирать, и вместо них ставить вот ТСЖ, должны просто сажать декоративные хорошие деревья, тем более они в Волгограде есть. Это дорого, Александр Николаевич. Сумахи очень сильно плодят, ну, имеют сильную корневую систему побеги. И этот один сумах, чтобы вы знали, может дать в год где-то до 50 побегов, до 100. Ну вот вы теперь посчитаете бесплатно. Может, сам создать аллейку такую, да? Да, да. И если эту аллейку просто... И плюс корни находятся недалеко, поверхностные корни, и он легко, то есть убирается, достаточно одной лопаты, все это хорошо убирается и рассаживается. То есть вот мои сумахи, которые были, ну, я засадил уже весь двор. Вот смотрите, я знаю, что тополя нельзя рядом с домами располагать, потому что корневая система может подрушить и асфальт, и фундамент. А вот с этими деревьями? По снипам, ну, до 5 метров нельзя сажать ни вязы. Вяз, насколько вы знаете, он имеет свойство и кустарника. То есть если его хорошо стричь, он очень декоративно смотрится. Но, к сожалению, у нас же его никто не убирает, и поэтому он вырастает до пятого этажа. А до пятого этажа он уже дерево. И плюс еще, вот смотрите, сама природа на данный момент нам дает такой, как бы, сигнал. Запомните, когда каких-то деревьев очень много, то обязательно идет вредитель. Вредитель сейчас, весь город, Волгород знает, это жук-листоед. Вот вы замечаете, что в июле месяце, у нас как будто уже осень, деревьев, на вязах нет листьев. Съедены листочки, такая паутинка вместо них. Так вот, потому что, благодаря тому, что у нас одни вязы, располодился этот вредитель, вредитель, и он съедает на корню все. То есть деревья должны быть разнообразными в городе, чтобы вредители не так сильно распространялись, они на определенных деревьях и размножаются. Да, а когда же много, много, сам вредитель, ну, у него сейчас это все, кормовая база хорошая, правильно, все. Но, извините, вот тут идет факт экологии. Какой экологии? Вы видели бы эти листву, эти жучки, но они же едят, и у них микро, извините, у них идут отходы у жучков, которыми, к сожалению, мы дышим. Потому что это микро, они имеют форму пылинки, и вот вам экология, вот вам легочные болезни. Это вот как бы бесплатное приложение, поэтому однозначно нужно убирать. Но вот смотрите, если в кварталах это должны делать управляющие компании, плюс для этого управляющие компании должны привлекать вот таких, как я. Я без... ну, я же не один, извините, в городе. Конечно, конечно, таких, как вы. А кого еще инициативных людей, активных, которые разбираются в этом, из души к этому относятся? В конце концов, даже вклад делают огромный, это же финансовые затраты. Теперь по тополям. Вот мне все говорят, вот у нас каждый год есть такое понятие тополиный пух. Да. Все знают. Это является злостным аллергеном, опять легочные заболевания, астматики, ну, правильно. Как избавиться от тополиного пуха? Вот, допустим, кто-то мне говорил, что надо искать там женский особь, мужская особь. Они периодически мутируют, если там только одна особь. Да, если их мало, тополь мутирует, это раз. Во-вторых, когда вы сажаете саженцу, вы не поймете, мужчина это или женщина. А когда у вас прошло 5 лет, и он вырос, уже поздно, понимаете? Вот. И поэтому, поэтому именно визы, о, не визы, а тополя, именно пирамидальные, нужно, к сожалению, вообще коренным образом убирать. Потому что тополя до 20 метров растут, все знают. Пуха на них все знают. И у тополя есть еще очень большой недостаток. У него очень рыхлая древесина. Да, он внутри полый. Правильно. А у нас, к сожалению, да, может, к счастью, ветреные. В Волгограде сильные ветра. Но бывают ураганы, да. Бывают ураганы. Ну вот, значит, вы сами по сути, стоит ли даже одна человеческая жизнь, вот я всегда говорю. Конечно, не стоит. 10 тысяч тополей не стоит. А вот сумахи, сумахи, и вот в Тамариксе есть Тамариксы, Тамариксы, это тоже из семейства Кустарниковых. Сколько они стоят? Еще раз говорю. Я вам скажу, где их много и бесплатно. Где? Объясняю. Они находятся. Поселок Вотстрой, знаете. В 70-х годах, когда строили этот поселок, там, в 80-х, Вотстрой, Знаете, на третий продольный. Ну, для канала его специально делали, который должен был пройти второй канал. Да, в курсе. Там посадили лесопосадки. Тогда ищем были, вот видите, светлые головы, которые у нас в основном в области лесопосадки состоят из визов, чтобы вы знали. А там вот именно лесопосадку сделали из этих Тамариксов. Чем они отличаются? Они тоже засухоустойчивые. У них высота не больше, ну, там, 5 метров. Никогда они никого не прибьют. Вот декоративно, они, знаете, когда начинают цвести, они цветут, как паутинка, такие шапочки красивые. Поняли. Как переместить их в город? Как это делается? Просто ранней весной. Есть у нас все-таки благоустройство и озеленение городское. Выезжают туда машины, и саженцы, они так же, так же дают побеги. Убираются из лесопосадки побеги. Там лесопосадка, ну, километра полтора. Вот я думаю, что там тысяч... То есть побег легко переместить в город и ухаживая за ним, вырастить. Да, да. То есть, вот вы и сами посудите, ну, полтора километра лесопосадки там, ну, я так примерно прикиду, ну, тысяч 10-15 саженцев есть. Хорошо. Нужно ли какое-то разрешение, чтобы посадить во дворе вот такую аллейку? Ну, вы знаете, я исходил от обратного. Я сначала делал так, как надо, ну, а когда ко мне приходилось с администрацией, ну, это было, допустим, в 2000-х годах, вот, 18 лет назад, ко мне приходили. Когда я убирал деревья, благоустраивал, то же самое, говорили, ну, а вы знаете, что вот срубить дерево, оно стоит 3000 штрафов. Так. Я говорю, ну, вот вы мне первый раз сказали, ну, и сколько вы тут деревьев срубили? Я говорю, ну, вот, я согласен, вот убрал тополя, убрал тополей, ну, там, 10 деревьев. То есть, вы спилили тополя? Я их спилил, да, убирал. Сухие или еще живые? Сухие и живые были, чтобы не было пуха. И вместо них я посадил липы. Вот пойдете, посмотрите, пожалуйста, там стоит лип. Вот что лучше, липы или тополь? Конечно, лип. Которую я купил за свои деньги, посадил. Понятно, и ухаживаю. Нет, что дальше было потом? Вас оштрафовали? Вот, слушайте, да, была такая ситуация интересная. Ну, там пришел какой-то клерк, ну, он мелкий, я понял, с Краснооктябрьской администрации. Ну, и говорит, вот, извините, видите, вы же сделали это. Я говорю, хорошо, а давайте посчитаем, сколько я посадил. Кто кому должен? Да, нет, он раз, я говорю, ну, вот я посадил где-то порядка, ну, 150 деревьев. Я не буду говорить про пионы там, про кустарники, декоративы. Это я уже... Это мелочи как бы, да. Про рис, это я даже не считаю. Вот я посадил 150. Значит, так, 150 на 3, 450 тысяч, да, отнимаем, что я вам должен, 20. Получается, 400 тысяч вы мне должны. Я говорю, ну, давайте, я согласен. Вы знаете, чиновник повернулся и молча ушел. Ничего не сказал, вы понимаете. То есть здесь бюджет не предусмотрен для компенсации ваших затрат? Да, он, нет. Ну, тут, знаете, ну, да, получается, что нет. Ну, это как разговор глухого, сразу начинается глухого со слепым. Ровно минуту назад он со мной общался как, ну, с человеком, который понимает, правильно? И тут же, когда я сказал, я принимаю ваши условия игры, ну, правильно, ваши правила, я согласен. Ну, он взял и отказался от своих слов. Такой огромный опыт по озеленению двора, ну, я считаю, что Волгограда тоже. Вот те затраты, которые сегодня происходят на озеленение, там, всевозможных парков, аллей, там, трасс автомобильных, они, вот, действительно того стоят? Ну, конечно. Ну, на данный момент... Нет, я имею в виду, это не слишком дорого. Давайте сделаем... Нет, еще раз говорю. Если есть, ну, человек еще с коммерческой жилкой, с считанием, то есть надо исходить, что деньги бюджетные, ну, это же бюджетные деньги, правильно, большие. Это наши с вами деньги, я всегда считаю так. Ну, налогоплательщики. Народные, ну, правильно? Да. И их нужно все-таки использовать целенаправленно. Ну, потому что можно, в конце концов, вырыть яму, закопать ее, вроде бы, работа есть, а результата ноль, так же, а деньги потрачены. Вот. Поэтому нужно изначально сажать те деревья, которые мало стоят, и которые легко добыть. Добыть легко, опять-таки, сделайте клич дачникам, дачникам. Ведь это же было. Зеленое хозяйство, там, 5-7 лет назад, опять, весной-осенью приезжала машина, на дачное общество. И прям по мегафону просили, товарищи дачники, есть ли у вас лишний цвет. Поделитесь с родным городом. Машины были полные. То есть люди легко расставались с саженцами, которые, в общем-то, на даче не нужны. Для... Вот название, вы чтобы знаете, благоустройство. Вы поймите, условие благоустройство, а оно называется благое устройство. То есть благое дело все знают. Так вот, у нас народ все-таки, он на благое дело идет. 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 Если инициативу эту реально проявить и создать вот какие-то движения. А инициатором должен быть, допустим, на данный момент, как я считаю, есть район, вот, есть Краснооктябрьский район, есть глава администрации Краснооктябрьского района, занимайся. Сделайте какой-то день озеленения Краснооктябрьского района. День, это неправильно. День, запомните... Хотя бы движение, заранить такое зерно. Да. Он должен не днем называться, он должен называться там месячник, полугод, даже год. День, это неправильная постановка вопроса. День, вот, допустим, опять-таки, вот народный фронт, да, молодежь. Раньше назывался комсомол, я сам комсомолец, понимаете? Все мы оттуда. Все мы оттуда, правильно? Вот я, допустим, руководил, был в совете комитета комсомола, производится объединение баррикады. Большое объединение, там, комсомольцы, все. И я отвечал, комсомольский прожектор. Чтобы вы знали, комсомольский прожектор, это человек, который клемит недостатки в заводе. Ну, понятно. Так, хорошо, да. И вот оттуда, нет. Ну, то есть, дело не в том, что клемить. Клемить можно человека, там, незаслуженно. Понимаете, можно, правильно, облить человека, извините, а потом он будет отмываться. Хорошо, а инициативу как поддержать? Ну, как? Вот как я думаю. Все-таки вот обидно, когда человек делаешь, там, 20 лет, да, вот это, а тебе даже грамоту не дали, помните? Дело не в этом. Ну, дело в конце концов... Ну, я думаю, что вот эта наша программа, это великая благодарность вам вот за это великое дело. Таких, как вы, очень много. Да. Но вот они не объединены, к сожалению. Но объединительная сила должна быть администрация. Вы понимаете? Еще раз говорю. То есть в администрации должны стоять люди, которые... Но в конце концов, вот есть, я же еще раз, вот просто говорю, администрация Краснооктябрьская, значит, я понимаю, что глава администрации, это как хозяин вот этого района. Я правильно понимаю? Да. Ну, вот ты ездишь по своему району и должен смотреть, вот, извините, у тебя тут дерево упало, ой, вот тут яма. Ну, правильно, он для этого и поставлен, я так понимаю. Там, тут рушится, вот он должен все писать на карандаш и, извините, ликвидировать это. Александр Николаевич, скажите, вы каждый год обновляете свои насаждения? Каждый год у вас какие-то новые планы, проекты? Или вот как вы посадили эти аллеи несколько лет назад? Нет, нет, каждый год, еще раз объясняю, началось с подъезда, потом от подъезда 10 метров, потом от подъезда 20 метров, теперь от моего подъезда уже, ну, 150 метров. Дальше, рядом с нашим кварталом находится 13-я школа. Вот я еще раз, в 2000 году я просто, там одни везы и тополя, то есть ничего хорошего нет. Но в этой 13-й школе есть дичка яблоня, которая мне показала тогда, случайно, вы знаете, случайно, что ты смотри, как я расту, а весной, вот видите, весной шапка белых цветов, ведь это же красиво, но это красота. Дичка, никто за ним не ухаживает, яблоня, ну, извините, лет 40 уже, ее видно. А когда 20 лет, ну, не 20, ну, в 2000 году я обрезал весь, ну, вот как сейчас делают, санитарная обрезка, вы видели, вдоль дорог, я всю сделал так 13-ю школу. Но она была очень заросшая, все некрасиво, сухие ветки, и я это, ну, обрезал. Было, конечно, красиво, дало новые побеги, все, но ровно через 16 лет ничего не делали, даже уже 18, получилось как раз ровно то, что я сделал в 2000 году. То есть вот сейчас школа номер 13 в плане озеленения выглядит так же, как в 2000 году. Никто не ухаживает за этим? Никто не обрезает, конечно, нет. А теперь вот моя ошибка была, тогда, если бы я убрал эти визы, визы... И посадили другие. И посадил там фруктовый сад. Ну, кто против, что будет сад фруктовый? Вот, помните, есть понятие, как город-сад. Это же не я его выдумал. Это еще выдумали в 20-х годах, там, того столетия. Но это же правильно. Даже, опять-таки, вот, вы знаете, надо впитывать все лучшее. Вот откуда у меня появилась, допустим, вот эта красота? Да, у нас на дачном поселке рядом есть человек, мужа под 80 лет, Ракуль Валерий Павлович. Это вот тоже нестандартная личность. Сам он работал всю жизнь механиком, но у него на даче скульптуры, там, знаете, сам делает. Вот он там себе сделал дом такой, знаете, в каком-то таком стиле, но посадил тогда... Ну, на дачах, вы знаете, что сажают фруктовые деревья, а он себе посадил сосны, голубые ели. И представляете, ему приходили, вот он мне тоже рассказывает, но это в застойные времена, и говорили, а ты не имеешь права сажать ни ели, ни сосны. Почему? Да, объясняется. Потому что дачи созданы не для души, а для продукта. То есть ты должен поставлять там помидоры, там, яблони. И работать там, работать. Нет, ты должен, и там, яблоки, а что это такое, ты посадил, извини, голубые, там, ели, но они сейчас у него посорок сосны. Сделал такого мужика с дубинкой, там, ну, он такой, знаете, неандертальцев. Скульптура такая, да? Да, но это любитель. Но он, ну, как, творческая личность. И вот благодаря этому он сделал общественный, ну, благоустроил, у нас в Акатовке есть родник, называется Серебряный родник. То есть ваш следующий проект связан с родниками? Да, да. И не то, что мой, я хочу, чтобы даже и в стране... Вот вы же согласны, что... Программу обустройства родников, да? Прочистка, уборка родников. Потому что от воды идет энергия, это все знают. И если родник у вас благоустроенный, значит, энергия идет положительная. И от воды всегда заряжаются люди. Но самое, заметьте, что когда ходят по воду, не ходят же одни старики, ходят опять и дети. Детям это очень нравится. Вот я замечаю, очень это им все нравится. И опять-таки дети все понимают. Вот благоустройство еще раз рассчитано. Оно... Это долговременная программа. И она рассчитана на детей. Это ваша программа? Да, да, на детей. Потому что, еще раз повторяю, если дети живут в красоте, и они вырастают, это дети не те, которые, извините, живут на мусорной свалке. Их сравнить нельзя. Конечно. Александр Николаевич, ну вот что нужно сделать в нашем городе, чтобы вот таких аллей было больше? Какие нужно изменения произвести в обществе, в управлении городом? Есть простые рецепты? Ну, вы знаете, вот в управлении городом, ну вот насколько я понимаю, ведь нормальные, адекватные люди. Понимаете, нормальные... У себя на дачах у них все прекрасно. Вот я так думаю, да. Так вот надо сделать так, чтобы... Вот город, это же все равно наш дом. Да. Дом. Вот, насколько я знаю, вы же делаете ремонт у себя в квартире? Делай. Ну, вы делаете ремонт согласно, какие сейчас материалы, правильно? Современный материал и улучшаете. Так же? Так же. Вот Волгоград, извините, вот он в 45-м году, как поклеили ему, вот визы тополя, это считается для меня, это квартира, да, обои. Вот эти обои. Так они у нас и остались. Теперь скажите, хороший хозяин будет жить в квартире, у которого обоим уже по 70-80 лет? Я думаю, что таких обоев уже и не сохранилось. Правильно. А почему они у нас все висят? Ну, видимо, как бы не было планов по изменениям в этом смысле, ведь сейчас и парки новые, и новые какие-то аллеи высаживают все-таки планово. Есть. С названиями, с красивыми. Есть. Вот последний пример. Опять мы будем говорить все конкретно, правильно? Вот у Мамаева кургана. Смотрите, сделали, убрали лесопосадку, я всегда называю, это не парки. Лесопосадка от парка, знаете, чем отличается? Да. Да, лес от парка, так же? Знаем. То есть лес, это у нас сам растет, а парк, извините, там люди присутствуют. У нас в Волгограде, я думаю, люди все-таки присутствуют, правильно? А не лес. Вот. Вот сделали хороший парк. Ну, вот напротив этого... Стадиона. Центрального стадиона. Да, все красиво. Красиво. Я ничего не могу сказать. Геометрично. Да. Но вот еду со стороны и опытным взглядом говорю, а почему оставили везы, которые идут вдоль дороги? Ведь они же их обрезали. Они во всем городе растут. Нет. Но вы же сейчас новый парк делаете. Да, новый. Значит, вы этот новый парк должны показать во всей красе. А зачем вы оставили вдоль дороги эти везы, что они весной дадут шапки, и получится зеленый некрасивый забор. То есть у вас там красота, а забор у вас сделали. Вот видите, то есть непонятно. Это же элементарно. Ну, жадово-парковая культура, это вековая культура. В конце концов, есть страны, где имеет она особый стиль. У нас, наверное, еще долго жить до этой культуры. Ну, но ведь это же... Я не просто говорю, что это там высшая лига. Ну, конечно. Вот тот же разговор у нас о высшей лиге по озеленению. В городе Волгограде, я могу вам сказать сразу, высшая лига, это на коммунистическое здание Волгоград-Горгаз. Это вот в озеленении, конечно, это высшая лига. Тем более, как там стригут красиво эти... Ну, кустарники. Да, вы видели. Это, ну, я даже... То есть... Вот представьте, если у нас такой город был. Но, представляете, сколько это стоит денег. Ну, это дорого, конечно. Правильно. Мало того, что мастер должен быть такой, еще и особого сорта кустарники. Есть у нас еще островок, я же говорю, на социалистической аллее адвокатов. Там тоже люди... Я, кстати, узнавал, это люди, которые такие же, как и я. То есть... Ну, они это сделали... Вот что у них, я уверен, на даче, или там, если в своем доме живут, я уверен, у них все то же самое. Значит, у людей, ну, вот, видите, они посадили у нас в городе, как у них на даче. Обои вот эти взяли, современные посадили. И они же ничего не требуют, правильно? Они за этим ухаживают, потому что это им нравится. Они хотят, чтобы... Еще раз хочу подчеркнуть. Они хотят жить так же красиво, как у себя. Не просто в город это вот отхожее место, а город для них, это их квартира. Александр Николаевич, ну, завершая программу, скажите, вот сколько же должно быть таких людей, как вы, в нашем городе, чтобы он стал городом-садом, с новыми деревьями, такими, под которыми хочется отдыхать и гулять? Я понял. Если исходить из своего квартала, то, чтобы квартал был идеальным, ну, процентов 5. Больше много не надо. 5 процентов хватит. Напомню, гостем нашей программы был Александр Николаевич Усов, общественный активист, который озеленил уже, наверное, ну, может быть, полкоростно-октябрьского района, и, может быть, и помог бы вам озеленить ваши дворы, если бы вы проявили эту инициативу. До свидания. Увидимся. Озеленяйте наш город. До свидания. До свидания.